Аня Покров бросает Бабич ради нового участника Дрима. Слухи о смерти Мистера Биста, фейк или реальность? Гусейн Гасанов профукал 10 миллионов. Тайные съёмки Масленького и импровизаторов, а у Киркорова наши двойника. Всем привет! Вы на канале ОК Блогер! Причи, я знаю самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик, и дальше будет топчик! Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся, Миша Ритвин весь последний месяц даже на отдыхе активно тренировался и готовился, чтобы наконец-то сыграть за свой собственный футбольный клуб «Сахалинец». Вернувшись в Россию, он залетел на первую же тренировку. Начал показывать свои возможности, но в моменте неудачно поставил ногу и травмировался. Его тут же отвезли в больницу, где наложили гипс. Точный диагноз неизвестен, но снимут всё только через три месяца. А учитывая ещё процесс восстановления, выйти на поле в этом сезоне он, к сожалению, не сможет. Больше морального плана потери произошла у Гусейна Гасанова. Парень владеет квартирой в Москоу-сити, где у него не постоянная прописка, а временная, которую нужно постоянно продлевать. От неё в том числе зависит много юридических моментов, и не продлевая вовремя, поступают определённые санкции со стороны различных органов. Что произошло и с Гусом, у которого из-за забывчивости аннулировали красивые номера на всех трёх автомобилях. Все мои машины сняли с учёта, потому что, ну, прописка просрочилась. И мои номера аннулированы. Все вот эти 001 ААА. И теперь я по новой поставил машины на учёт. И хотите увидеть, какие у меня номера? Стоимость потерь составила примерно 10 миллионов рублей, но он отнёсся к этому с позитивом. На обычных ездить блогеру почему-то не в кайф, поэтому идёт поиск новых. Вот, например, табличка АМР-001, которая приглянулась Гасанову за 9 миллионов рублей. Актриса Милли Бобби Браун, ставшая известной благодаря сериалу «Очень странные дела», в глазах большинства поклонников до сих пор остаётся маленькая девочка-одиннадцать, которая впервые появилась на экранах ещё в 2016 году. Но она давно выросла, ей в феврале исполнилось 19 лет, и в этом году Милли выходит замуж. В своём аккаунте «Запрещённая грамма» она поделилась фоткой, где виднеется колечко и оставлена милая подпись. «Я люблю тебя вот уже три лета, дорогой. Они все очень важны». Избранником стал Джейк Бон Джови, сын легендарного музыканта Джона Бона Джови. Вместе они чуть больше двух лет. И хоть ходила куча слухов, что у них большие проблемы в отношениях, на самом деле всё оказалось в точности наоборот. А вот про другую западную звезду ютубера Мистера Биста пошли странные слухи о якобы его смерти. Буквально сутки назад, вбив подобный запрос в Гугл, выдавалась дата 9 апреля этого года. Сразу спойлер, это оказалось фейком. Как минимум потому, что инфа распространялась только в русскоязычном пространстве и уже всё подчистили. Если кто-то до сих пор не в курсе, сам поиск, как и, например, Википедия, это недостоверная информация. Можно создать какой-нибудь сайт, разместить туда подобную новость, поднять её в топ-выдаче, после чего Гугл считает её и примет за правду. Они, конечно, стараются контролировать подобные вбросы, но что-то иногда проскакивает. Сгущаются тучи над всеми любителями вейпов и ошкудишек в России. Вчера в Госдуме ужесточили закон, приравняв электронки к традиционному курению. Если коротко, теперь есть запрет распространения всей продукции среди несовершеннолетних. Запретили онлайн-рекламу и онлайн-продажу даже жидкостей. В магазинах теперь запрещена открытая выкладка, то есть все вейп-шопы будут увешаны чёрными занавесками. Совсем пропадут электронки со всякими ароматизаторами, которые только сильнее наносят вред организму. И самое главное, на всё, что не запретили из вейп-товаров, наложат акцизы. Это такие специальные налоги на определённые категории. То есть цены сильно вырастут и тем же подросткам станут точно не по карману. Катя Адушкина решила публично признаться, что сильно поправилась. Это стали замечать как раз после расставания с Серёжей, когда она на себя подзабила и текла по течению. Сейчас блогерша находится в самом большом весе за всю свою жизнь. Но её вполне всё устраивает, так как акценты направлены на совершенно другие вещи. При этом совсем запускать фигуру Катя не собирается и начинает трёхмесячный марафон по приведению себя в форму. А вот от внешнего вида Филиппа Киркорова вовсе начали пугаться. С момента начала его похождения по пластическим хирургам и косметологам, заслуженный артист стал выглядеть как игрушка из магазина Барби. Поклонники певца даже выдвигают теорию, что это на самом деле не он, а специально подготовленный двойник, который выполняет всю грязную работу. Такое в теории возможно, но есть куча записей его живых выступлений на сцене. Это точно Киркоров, так повторить человека настолько хорошо невозможно. Дима Масленников выпустил долгожданную первую часть нового сезона игры Among Us в реальной жизни, для которой они целый месяц строили с нуля новую локацию. Огромная работа была проделана не зря, так как это действительно слишком круто для ютуба и вполне может соревноваться с телевизионными шоу. Но и столько положительных отзывов и восторга не только от комментаторов, но и от самих участников игры их команда наверняка не получала никогда. И кстати, как мы и думали, парни из импровизаторов могут появиться именно в этой рубрике на канале, при выполнении лишь одного условия. Если под этим роликом будет полтора миллиона лайков, прямо сейчас ставьте, прямо сейчас мы тут же зовем их на эти грандиозные съемки. И поверьте, мне кажется, это будет коллаборация века. Цифра не супер большая, но ждать мы ее будем долго. На данный момент там только 575 тысяч, а в первый день ставят обычно процентов 40 от всего конечного количества лайков. Хотя мне кажется, что выпуск с комиками уже отснят, а Дима таким образом решил замотивировать людей быть активнее и дать возможность показать, насколько сильно они хотят его увидеть. Бабич почти месяц гостит у отца в Армении и старается проводить с ним как можно больше времени. Они даже успели провести красивую профессиональную фотосессию в лесу, кадрами которой на память Артур поделился на страничке запрещенного грамма. В комментах происходило в основном умиление от семейной идиллии, пока туда не заявился комик Алексей Щербаков. Он подстебал его небольшим сообщением. «Я считаю, это очень круто, что он продолжает с тобой общаться, несмотря на то, что ты тиктокер». Сам Бабич, кстати, шутку заценил и назвал это лучшим, что ему когда-либо писали. Аня Жибокров в отсутствии второй половинки начала хайпиться на отношениях с новым участником Дрим Тима Диланом Энзером. Это, кстати, уже официальная инфа, парня всё-таки взяли в состав, что подтвердила Айм Катюша. Так вот, Ньютик практически каждый день выставляет всякие любовные челленджи именно с ним. Понятное дело, что это привлекает большее внимание, направлено на западную аудиторию, которая не знает про Артура. Но больше всем интересно, как на это вообще реагирует Бабич. И ответ, скорее всего, никак, вообще никак не реагирует. Аня не раз говорила, что он вообще не ревнивый. Ну и она наверняка предупредила, что будет выпускать подобный контент, чтобы собрать побольше лайков. Для всех, кто смотрит мои ролики регулярно и досматривает до конца, у меня важный вопрос. Что бы вы хотели изменить в моих выпусках новостей, что-то добавить, может я про кого-то или про что-то забываю рассказывать? Возможно, вам не нравится монтаж, звук, какие-то сова, фишки. Или вы хотели бы увидеть какую-то постоянную рубрику, идея, которая вам пришла в голову и хочется её реализации. Короче, пишите все свои идеи в комментарии, я всё прочту, всё учту и попытаюсь сделать из этого крутой комбо. Заранее всем спасибо. Ютуб наверняка не показал тебе какой-то из этих роликов, но в них не меньше интересных новостей, поэтому обязательно загляни туда. А я жду тебя, как всегда, завтра на этом же канале, увидимся уже совсем скоро.